Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Грэнни Чаптер Ту. Мы сегодня будем снова баловаться с багами, я надеюсь, они будут сегодня работать, потому что я уже заметил, что в последнее время вы меня начинаете троллить в комментах, что типа то делается, то не делается. Отвечаете на комменты, да, сработало, а на самом деле нифига вы не пробовали, и не знаете, сработал он или нет. Вот, но надеюсь, что то, что я выбрал сегодня, оно реально сработает, и мы эти баги сможем сделать. Короче, баг нужно делать на призраке, для бага нужен только один предмет, ну, призрак, режим практики, ну, в принципе, вы поняли, да? Нажимаем старт пока, что я буду дальше, в принципе, читать. Нажали, нет? Алло? Походу нажали, окей. Для бага нужен вот эта вот фигня, которая открывает дверь, короче, этот вентиль, вот. Потом пойти умереть от тока, ну, и приседать. Окей, если я оказался в комнате, где началась игра, то баг сработал. Дальше идти к бункеру, дальше сюрприз. Вот оно чё. Ну, окей. Ну, там, короче, коммент написал Foxy Time. Кто-то пишет коммент, сработал, спасибо, сработал не сразу, спасибо, сработало. Но я скажу, не с первого раза, он работает. Ага, риле работает, спасибо. Так, сработал на четвёртого раза. Ага, десятого раза получилось. Ёкарный бабай. У кого, короче, как. Ладно, в общем-то, нам нужен этот вентиль. Это единственное то, что нам нужно, в принципе. Но проблема в том, что этот вентиль дурацкий может быть вообще где угодно. И нам придётся его знатно поискать так. Вот, но если найдём, то это вообще прекрасно. Я ничего больше делать не буду, только, в принципе, вентиль там, да, вот это вот найдём и всё. Никакие другие предметы я стараться особо не буду собирать. Короче, мы поглядим. Но я думаю, то, что мы уже вентиль, наверное, нашли, он будет снизу. Вот, а может быть, нет, я проверил как раз-таки там. Поглядим. И также у нас есть ещё один баг. Он работает уже. Хотя фиг его знает. Мне кажется, он в призраке тоже сработает. Ну, посмотрим. Так. Ага, фиг мне. Не сработало. Ну, не сработала, имеется в виду, идейка, которая была. Ну, ладно. Так, здесь ещё записка, но она наверх поднимется. Ладно, не страшно. Надеюсь, не у мелкого там, если у мелкого, то это вообще провал. Но к бункеру идти потом и что будет за сюрприз, я не знаю. Реально. То есть, нам нужно, чтобы мы умерли от этого или не надо, чтобы мы умерли? Я вот этого не особо понял. Ну, посмотрим, короче. Ну, говорит, вот идти к этому, какого, к электричеству и приседать. Ну, надеюсь, что-нибудь да получится. Такой план на сегодня. Кстати, давайте ещё сделаем один баг, потому что многие мне его уже писали. Я хочу всё-таки сделать. Вот. Так. Ага. И чё? Походу, чё-то... Чё-то как-то... Я не помню, я как-то в прошлые разы забирался. Всё окей, получалось. Сейчас чё-то не хочет. Так. Ну, оба. Не знаю. Странно, конечно. Мне до этого работало. Но, видать, это пофиксили дело всё. Потому что теперь на полки не залезть, видите? Ну, мы тогда могли на второй этаж, типа, поглядеть, посмотреть, что там было. Но, видите, уже пофиксили. Может быть, кстати, от новой версии тоже зависит. Потому что вот многие баги, которые вы пишете, прикиньте, они реально не работают тупо из-за того, что в новой версии их пофиксили. Вот и всё. Кстати, мы ещё одно местечко, конечно, проверим. Так, здесь мясцо. Здесь ничего. А вот тут вот. Я не знаю, тут, конечно, возможно, что что-то будет, но не знаю, что именно. Ах ты, канистра. Ой, придётся ковыряться долго, походу. Вообще не повезло со спавном. Именно вот под этот вентиль. Вот прям что-то вообще не фартит на него. Конечно, можно к мелкому сходить. У него посмотреть. Фиг его знает. Но если он у Носферату, этот вентиль, это вообще полный отстой. Это реально вообще полный отстой. Потому что вот, ну, максимально неудачный спавн. Потом к этому бункеру надо вернуться, и мы какой-то сюрприз увидим. Но какой? Вообще без понятия. Пошёл я за мясом. Пойдём мы, наверное, через этот проход, потому что поближе будет в итоге. Ну, реально, так лень к Носферату идти, чтобы всё это делать. Так, кстати, мясо же тут было. Вот, но, типа, реально то, что там и окажется. Ну, конечно, ну, фиг его знает тут тоже под вопросом. Молодого мы не трогаем, мы просто покушать нормально дадим. Потому что, ну, ну, идите нафиг с этим ключом. Потому что, может быть, с нимбок как-то связан. Фиг его знает. Так что реально трогать его лучше не будем. Так, окейшки. Поднимаемся тогда обратно наверх. И будем подниматься к дедушкому этому, как его, местечку. Ну, хотя это уже не дедушковское местечко. Просто так я не понял, а где ключ? Вот этого я вообще не понял. Так, это ручка. Нормально. Ну, вы меня, конечно, простите. Я не часто играю на призраке. Но ключ, чёрт возьми, я понятия не имею где. Есть, конечно, один варик. Я спущусь туда. Но я не знаю. Мы сейчас еще ключ будем 200 лет искать. То это вообще будет полный отстой. Так. Изолента тут. Здесь ключа нет. Я рассчитывал то, что он тут будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, то, что с ключом такое, это, конечно, провал. А, нет, я его нашел. Смотрите-ка. Я думал, сейчас буду его 5 лет искать. И прямо в следующее место, в которое я зашел, сразу этот ключик там. Я просто вообще не знал. Я просто вообще не знал. Не особо на призраке, как говорится, часто играю. То нам бабка нужна для бага, то нам еще что-то для бага нужно. Ну, по-любому, короче, стариканы. Так, здесь точно не будет, да. Я беру сразу шокер, потому что наша первая цель это на сферату. Мы нашли и кусачки, в принципе, и этот шокер. Но есть также варик то, что этот вентиль будет в шкафу. Вот тут вот. Ну, тут, скорее всего, руль. А, нет, вентиль. Все, хорошо. Вообще заморачиваться не пришлось. Ну, теперь самое сложное, ребят, понять вообще, как это работает. Потому что я, честно говоря, не очень понял по комменту. И какой там сюрприз будет. Нужно ли нам умирать? Не нужно ли нам умирать? Вот это сложная тема. Тут еще так выделено, кстати, по освещению, интересно. Как бы сразу палится то, что сюда что-то да надо притащить. Давайте еще раз прочитаем, чтобы просто так попытку не потерять. Потом нужно пойти умереть от энергии на двери и приседать. Если оказался в комнате, где началась игра, то бак сработал. Я не понимаю. Ну, типа, мы по-любому окажемся в комнате у двери, ой, где игра началась. Потому что мы умрем, да? Давай пробуем. Давай-давай-давай-давай-давай. Приседаем. Ух, ёма, меня трясут от того, что я приседаю или от чего? Так, не понял. Ну, я приседаю. Ну, день-два. Я приседаю так же по-прежнему. Нажимаю эту кнопку приседания. Ну, раз там написано умереть, то значит умереть. Мы оказываемся по-любому в комнате, где этот, как его, начальная игра. Ну, идем к бункеру. Что-то я не понял. Не понимаю. Что должно сработать-то? Вообще без понятия. Ну, идем к бункеру, окей. Так. И какой сюрприз тут? Что изменилось? Ничего. Да? Нет, короче, что-то... Вот сейчас я уже понимаю, что в этом баге попахивает немножечко обманом. Потому что... Ну, реально ничего не поменялось же. Как у людей он работает? Нет, меня, по-моему, с этим багом затроллили. Ну, тут так сразу не поймешь, потому что реально я от этого не очень часто умирал. От электричества. Но... Да, некрасивенько, конечно, получилось снова. То, что вы так пишите, обманываете меня, что баг работает? Ну, он нифига не работает. Может быть, конечно, он как-то работает, но, блин. Почему так много лайков на этом баге? Если в итоге... Именно... Типа... Этот, как его... По идее... Ну, я не знаю. Никакого результата не дает. Фигня какая-то. О, нет. Ну, что ты. Нам еще и с гранатами капурики как не повезло. Это издевательство. Я еще без мода играю. Нам грены нужны для следующего бага. Ну, не знаю, как реализовать-то эту тему. Это надо сейчас мне вот это все проходить. Если лет... 200 лет. Легче было бы просто перезапустить игру в каком-нибудь более легком месте. Ну, да ладно. Давайте попробуем еще раз этот баг. Все-таки не зря же мы все это собирали. Ну, реально я не понимаю... Типа... Логики этого бага. Если ты оказался в начальной комнате, то значит этот... Как его? Баг сработал. Но он по-любому сработает. А вот! Что? Вы видели? Я двигался. Не понял. Вот это уже было интересно. А приседать мне надо. На двери и приседать. Если я оказался в комнате, где началась игра, то баг сработал. Эм... Ну, я приседал. Ну, я по-любому оказываюсь в комнате, где началась игра. Фиг его знает. Может быть, во время смерти я должен провалиться как-то вниз? Нет. Сейчас вот что-то... Мне кажется, баг уже интересным. Потому что он реально может сработать. Надо сейчас попытаться поприседать еще здесь. Посмотрим. Я сбоку пытался. Нет, давайте лучше по прямой попробуем. И будем вот... Мне кажется, что надо вот как-то, типа, меня вот эти деревяшки вниз протолкнуть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Эх. Нет, он не проваливается. Ну, работает, походу. Что-то я тут наговорил. Может, то, что меня провалит вниз, но как вот только. Тяжеловато. Реально тяжеловато. Но буду каждый раз ходить проверять. Ну, хотя... Если оказался в комнате, где началась игра, то баг сработал. Не, наверное, нам надо по-любому, чтобы я оказался в комнате, где началась игра. Я вот только не понимаю. По идее, оно так и должно, потому что я... А-а-а-а. Ну, они практически, типа, связаны. Давайте-ка попробуем вот с этой стороны. Оно все-таки поближе. Сейчас. Хоба. Давай-давай-давай. Давай, провались же ты как-нибудь, а. Нет, он не хочет проваливаться у меня, а. Ай-яй-яй. Ну, если, короче, мы сейчас в последний день умрем, то это... Вообще тупой варик окажется. Потому что... Ну, последний день, это последний день, как бы, и мы уже на следующий день точно не проснемся. Но, возможно, у нас получится хотя бы провалиться в комнату, вот в это вот, и мы поймем то, что этот баг действительно рабочий. Вот в чем дело. Я попробую вот у этого края. Мне кажется, тут вот прям идеальный варик. Ай-яй-яй-яй. Не знаю, гейм-овер. А тут, кстати, никакой концовки-то нет, смотрите. Интересно. Реально интересно. Так, окей, я по-новой пробую, ребята, и у нас тогда еще на второй баг сразу, ну, есть как бы заявочки, так сказать. Потому что, если гранаты будут в нормальном месте, то мы сможем реально и второй баг сделать. Но... Как он получится? Фиг его знает. Потому что тоже сложно. Некоторые баги уже реально такие сложно становятся, что их достаточно проблематично-то сделать. Вот в чем проблема. Ой, куда-то у меня подвигался в другую сторону. Окей, сейчас я сразу-ка тут проверю. Нет, ключа уже тут нет. Понял, принял. Но особо долго заморачиваться не будем. Мы попробуем сейчас быстро найти этот... Ключ. Ой, не ключ, а вентиль. И дальше уже проходить. Тут там дверь только что как будто бы снизу открыл, конечно. Но надеюсь, что я все-таки режим практики поставил. А, кстати, а если не в режиме практики, то мне кажется, тоже может получиться. По идее. Ну, хотя, ну, фиг его знает, может и не получится. Потому что тут какое-то прям секретное условие есть. Фиг его знает какое. Так, давай. Вы мне многие писали, что это все-таки как-то сдвигается. О, до свидания. Нормально. Обожаю. Вот этот баг мне нравится больше всего. Реально просто мега тема. Текст. Ну, по спавну этих картиночек, возможно, что вообще у ребенка этот какого... Как же она называется-то? Это фигня. Гранаты. Во. Нет, здесь не тут ключ. Не понял. Вот так тебе нормальный номер. Я думал, здесь будет security key. Ну, нифига. Ну, продолжаем поиски security key. Могу, конечно, его где-то мимо пройти случайно, да? Такое тоже вполне реально. Хоп-хоп. Открываем. И попробуем что-нибудь тут у деда поглядеть, посмотреть. Может, у него ключ. Нет, тут вертолета. И самое тупое, то что нигде нет... А, вот все, нашел security key. Самое тупое, что нет нигде вот этого вентиля нужного нам. А вентиль это тема важная для нашего бага. Если тут будет, это просто офигенно. Хоба. Ага, ну, конечно. Вообще беспонтовая ерунда. Просто жесть. Все, ломик. Отдыхай ты, мне больше не нужен. Беру security key. Мы шокер тоже нашли. Это вообще хорошо. Так что с гранатами хотя бы сейчас что-нибудь получится. Потому что для следующего бага нам нужны гранаты. Я вообще этот баг заметил под другим видосом. Не по видосику, а по грене. А реально под другим. Так, здесь снова ничего нужного. Так что раз уж этот парень его писал аж под другим видосом, то он по-любому должен работать. Только главное... Да, издевательство. Только главное найти гранаты. Такие его дела. Ну, а этот как его? С проваливанием в начальную комнату после того, как мы померли. Тоже, конечно, вполне вероятно, что работает отлично. Тут все идеально. Ну, ребенка что ли? Да, екарный ты бабай. Ну, ладно, окей. Пойдем к ребенку. Нет, а прикиньте, спавн один и тот же. Это будет вообще, конечно, отстойчик. И гранаты нам не получится взять. Не, спавн точно не один и тот же. Потому что гаечный ключ уже в другом месте. Все, давайте, собрали. Сейчас будем, короче, все реализовывать. Не получится, так не получится. И я больше баги не буду по грене снимать, потому что вы меня уже очень много троллите. Вот. И я подумал то, что вы так и будете меня дальше троллить. Я уж этот... Лучше баги по грене вообще больше снимать не буду. Где гаечный ключ? А, вот он. Сейчас нам надо его использовать, потому что у ребенка, походу, гранаты. Вот. Да и мы, в принципе, уже эту рубрику очень хорошо провели. Много багов посмотрели, поглядели. Так что, я думаю, в принципе, достаточно. Да, грен тут. Но давайте для начала все-таки баг с гренами попробуем, потому что первые-то у нас не получатся вообще. А, нет, подожди. А, нам каждый баг нужно делать так, что этот... Ах ты, гад, смотри, вышел в этот момент. Каждый баг нам нужно делать так, что на следующий день после смерти у нас будет от него эффект. Так, надо кинуть гранату в лестницу на четвертом этаже и забраться по ней. Когда ты взорвешься, присядь. А когда ты проснешься, ты будешь быстро ходить в приседе. Ага. Ну, нам надо взорваться, что ли, прямо во время того, как мы будем подниматься. Это надо тайминг хороший словить, на самом деле. Так. Хорошо. Это реально нужно очень хороший тайминг словить. Ну, попробуем. Попробуем. И прямо на лестнице надо взорваться и присесть в этот момент. Ёкарный бабай, что так сложно-то? Что-то так сложно. А может быть мы во время поднятия на лестнице можем приседать? Хоба. Они здесь не работают, кнопка присесть. Ээээ. Не знаю как. Бросил. Поехали. Бум. Я присел. А вот там было присесть нажать. Я надеюсь, я успел. Вау. Вот это стопудняковский баг. Пробуем. Сейчас мы будем во время приседа, короче, очень быстро ходить. Вот так баг. Погодь-ка. Сейчас намутим. Ох, ё-моё, смотрите, мы как ходим. Но только сидя. Нам надо только проверить, это действительно мы ползаем или нет. Потому что такое ощущение, что мы как-то что-то между приседом и ходьбой у нас размер. Ох, что-о-о. Ядрить-колотить. Вы видите, что это? Окошко какое-то. Офигеть баг. Я говорю, это что-то между. И мы, получается, зависли. Вау, вот это офигенский баг. Ладно, окей. Этот баг стопудняк сработал. И он очень интересный. Мы проползаем, а вот сюда вниз, смотрите, у нас сейчас голова, походу, будет тут торчать. Да, ведь? Точно! Чё за фигня? Офигеть. Вот этот баг интересный. Реально сработал. Чётенько. Ну, это реально что-то, чё-то, чё-то вот такое вот между. А если нас этот тяпнет? Бэнкс. Всё, тяпнул разок. Мы сейчас встаём, чё с нами будет. Прикольный баг. Реально прикольный. Так. И всё, у нас сломается. После того, как мы встанем, если это у нас тоже, походу, сломается. Ну, окей. Прикольный. Реально очень прикольный баг. Вот этому чуваку. Его, кстати, как зовут? Байки Миха и Лёха. Ему реально респект. Он по другим аж видосикам написал это всё дело. Короче, баг стопудняк работает. Да что ты, ё-моё? А этот не хочет у меня работать. Меня не проваливает в нижнюю комнату. Вот, хоть сколько бы я не пытался приседать, мучиться не получается. Тупо не скидывает меня вниз. Как оно должно меня вниз кинуть? Может быть, мне надо не слишком рано начинать приседать? Или я этот, наоборот, слишком быстро приседаю? Как вот? Что, интересно, правильно? Не знаю. Давайте попробуем, короче, в последний момент начать приседать. Как оно будет? Хоба. А! Нас всё равно трясёт. Ё-моё. Это не от того, что мы нажимаем, зависит. А вы слышите? Я приседаю. Я приседал там. Не понял. Я только что слышал звуки приседа. Ну, типа, в начальной комнате после смерти мы по-любому оказываемся. Это логично Присед получается после того, как мы померли Ну погнали к бункеру Посмотрим, что на нем изменилось Что на нем меняется Может быть что-то на нем меняется Я просто не вижу Освещение может или что Может я слепошарик Ребята, напишите в комменты Что-нибудь вы видите то, что меняется Может реально освещение Он что-то как будто поярче становится или нет Или я уже себе напридумывал Честно, я сам без понятия Короче, второй, точнее первый Бак, который мы пробовали, он реально странный Но вот второй Он работает офигенно Меня трясет Так, слышите? Эй А где? Во! Нет, я не понял, сейчас вообще были звуки приседа Или не были? Вот сейчас я сам не понял, ребят, по-моему даже Звуков не было приседаний Короче Я не понимаю этот баг Реально, я его не понимаю Может быть его неправильно описали просто Или что Короче, ребятки Видать, не работает он Или я его просто делаю неправильно Фиг его знает Но вот этот вот первый С ходьбой что-то между Приседом и Ну, ходьбой Он реально работает Он офигенный И с ним можно многое другое что пробовать То есть Видели, я какое-то там окошечко нашел вообще Невидимое сверху В вот этой Вот Вентиляционной трубе Йокарной бабай Вот, так что Вполне интересная фишечка Которую можно Вполне интересно использовать Видите? Тут этого не видно Нифигарики этого тут не видно Но Когда мы вот в этом режиме Нам все видно Вот что это за окно было? Я не знаю Тут его нигде нет Вот Интересненько На этом все, друзья Не забывайте делать стандартные Ютубовские делишки Всем огромное спасибо за просмотр Всем удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok